доброе утро всем у нас опять уже который день супер мега классная погодка солнце ярко светит мы закрываем олег запарился аж кофту свою швырнул сюда а че он этот вытащил он туда тоже залазит он занимается уборкой у нас поэтому все тут переворушил балконе это коробочка от челеков нас тут хранится ух ты а там смотри чё-то это скалово в скал упали а чё делают что-то делаем пока ямку понятно пока ямка что такое пока ямка не знаем пока ямка алексей сказал бассейн смотрите дно почти все залито водой это дождевая вода у нас такая в эти море подглядим какое ой какое она классная суперская вообще супер мега крутое морюшко у нас да друзья малоешки чумачечи вот ради вот этого вот каждодневного лицезрения себя в такие как это сказать напряжные ситуации вгоняет да у наших детей языковой барьер они учатся в турецкой школе мы напрягаемся собираем сумму чтобы оплатить эту школу в апреле месяце мы должны оплатить за следующий год полностью вот живем в рамках строжайшей экономии наверное такая строгая экономия у нас была последний раз дать когда когда мы квартиру свою в подмосковье покупали вот тогда вот тогда такие же времена были как сейчас вот да мы себя в такие рамки поставили вот ради вот этого морюшка кто нас не понимаете не понимают те консерваторы живут своим привычным укладом а мы вот до рискнули и решили себе на попу приключений найти вот ради вот этого шикарнейшего вида при том что знаете иногда меня одолевают сомнения а алексей никогда это была его мечта он к ней пришел и он у него нет ни капли сожаления поэтому кто бы что не говорил мозги включите вернитесь в россию мы ради этого знаете сколько преодолели мы сюда приехали при закрытых границах через три страны четырьмя самолетами с более ста килограммами груза и вы думаете мы так легко сдадимся нет вот ради вот этого вот морюшка вот этого вот замечательного красивейшего вот этих ради вот этих пальм где они где 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 пальмы вот пальма вот пальма и там еще много пальм ботаническом саду ради пальм ради морюшка ради солнышка ради тепла ради витамина d ради закаления детей ради много чего ради ради клубники в конце концов это тоже немаловажный фактор мы такие да алексей у нас такие ценности далеки и еще раз повторюсь если я человек привыкший к комфорту много раз пребывала в состоянии сомнения правильно ли мы сделали поздоровайся со зрителями алексей ну громче официальнее вот другое дело вот не досказала фразу такая у алексея никогда ни разу не на секунду не было вообще ни одной секунды чтобы он усомнился в правильности наших действий далеки а я сомневаюсь я такая но меня алексейская уверенность поддерживает как это сказать придает сил дети у нас учат слова чего залетела или а сами уже стеклами будет понятно мы сейчас будем завтракать я потом буду рецепты снимать ребята скоро на тренировку пойдут олег занимается уборкой по воскресеньям олег занимается уборкой у нас во все остальное время я стараюсь напрягать робота-пылесоса вот в последнее время очень очень редко убираюсь сама но иногда такое тоже случается как то так когда тогда все до свидос все ты уволен тебя не приняли на работу вот папа может давай папа может ну давай покажи как хочешь давай покажи нет все торопились торопились говорили как они опаздывают нету нет папа давай покажи детям как надо снимать покажи ну не так же жопой стоять в холодильнике ковыряться ну так давай я тебя снимаю чушь повернись чушь давай чушь пришли мои мужчины я их ждала чтобы ванильный сахар для рецепта они принесли я попросила купить подешевле масло сливочное потому что который мы заказывали через интернет она прям вот мега дорогое которая прям вот я люблю вкусная единственная марка в турции 100 вкусно вот я попросила подешевле какой-то а масло купить алексей мне купил сказал что во всех магазинах бим шока 101 микрос масло самое дешевое 6990 но и вот это тоже 6990 это микросовская масло тиреяги это холодильник положи пожалуйста я разделила его по кусочкам масло тиреяга сейчас у нас посудомойки поэтому холодильник пока положим кусочек масла завтра в чистую масленку положим а вот эти кусочки я сейчас положу в морозильную камеру так она лучше хранится я вам хочу сказать относительно этого масла она хотя бы она хотя бы не имеет резко отталкивающего выворачивающего запаха как у как у хорошего масла по мнению наших друзей но вот не могу я прям вот это масло которое они едят и считают хорошим даже запах переносить морозилку оляк вот а вот это масло она но подкрывает ящик она как вам сказать не такое уж сливочно прям нет такого прям мега сливочного послевкусия но но хотя бы не отталкивающая для рецептов в принципе для завтраков для алексея и олега ну и для для нас тоже с мишей пойдет потому что она не отталкивает вот будут снимать рецепт для вас не знаю мужчины мои пойдут гулять или нет погода еще пока солнечная время 20 минут 6 я бы не рекомендовала вам гулять идти потому что надо сесть и учить слова там вы не сможете учить там у вас больше больше будет развлекательного характера времяпрепровождение вот именно все а я буду снимать рецепт алексей у меня голодный что-то второй день ходит короче они сняли с детьми мукбанг на пирожочек очередное пекла сладкий я не стала участвовать в мукбанге вот и мы положила алексею тоже куксярик сели кушать кукси все это уже финальная кукси осталось детям завтра после школы придут еще накормлю их и все финиш кукси финиш а нам не надо было мукбанг с кукси снять нет ну ладно в общем кукси салаты консервации какие-то и алексей хочет нам какой-то концерт включить вот мы сели ужинать все кто с нами ест всем тоже приятного аппетита дети пошли уроками заниматься в комнату миша занимайся уроками пожалуйста не знаю скоро по турецки заговорит быстрее чем дети уроки делают они с мишей а ты что делал читал читал вот это читал в чудесно тесно по картинкам мой переводчик хреновый или оратор хреновый слушай меня внимательно юкорида юкорида юсты десил миш парклы боют тактеки дарелерин гянда юрюнышки дире миссир ой не могу десил мишка не понял что мы сюда ставим дни 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 хвастит веди себя серьезно дни 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Браво! Молодец! Всем доброе утро, друзья! Мы с Алексеем выспались, детей Алексей отвозит, потом ложится снова спать Посмотрите, какое у нас суперклассное море! Невероятная погода, на балконе прям тепло-тепло, хотя с утра прям холодрыга была, наступила настоящая зима, у нас в машине есть датчики этого температуры, и Алексей рассказывал, детей в школу отвозил в Ардемли, а датчик за бортом показывал 0 градусов, представляете? Но при этом вот вышло солнышко, я в ночной сорочке с голыми ногами, и мне прям тепло-тепло, не знаю, наверное, еще плитка не прогрелась, конечно, но тем не менее очень тепло, очень жарко даже на балконе, поэтому мы все окна, двери вернее, межкомнатно-балконные открыли на стеж, и ловим эти солнечные лучики, которые у нас заходят прям вот на почти полкомнаты. Видите? Вот, супер-классная погодка, дети у нас в школе, сегодня на момент съемки понедельник, 17, по-моему, января, вот, посмотрите, какое переливающееся классное морюшко, супер-супер-мега-классно. Надо закрыть немножко. Наполовину окно закрываем, чтобы техника была не на солнце, потому что у нас вот эта барная стоечка, на которой мы разместили всю свою технику. Вот, вся она здесь. И днем закрываем окно наполовину, чтобы техника... Хотя, смотри, мы окно закрыли, и солнышко из комнаты вышло, видишь? Ага. Оно было наполовину комнаты. Может, технику куда переместить? Ну, ее некуда. Ну, мы сможем и сделать, когда съедим вот эту шкафу. А, в смысле, внутрь шкафа? Внутрь шкафа, да. Или, например, как-то все это переложить на какую-то полку. Ну да, но здесь она прям никому не мешает, комфортно так лежит. А если ее в кухне где-то городить, то это, конечно, будет сильно мешать. Вот. Или местами поменяй кастрюли с техникой? В смысле, отсюда кастрюли? Да. Поставить туда сверху? Да. Ну, как-то тоже не комфортно. Ну да, но кастрюли все равно на солнышке. Ладно, будем... Смотрим, смотрите, кастрюли уже горячие. Да. Будем думать. Миша здесь написал, как будет по-турецки фрукты. Это миша тут написал? Да. Красиво. Да, печатными буковками. Алексей поехал за детьми. Бросил меня тут одну. Кухню не доубирал. Зато я смонтировала видео, гружу его на канал. И он попросил, что когда я услышу заветный писк нашей стиральной машины, чтобы я прогулялась до балкончика, чик, капалы. И повесила Мишуткины кимоношные штаны. Что-то они у нас не отстирываются. Нет, в этот раз получше отстирались. Вот такие низы страшно грязные были. Не идеально, но, во всяком случае, значительно лучше, чем было. В общем, моя кофта тоже не отстирывается. Тут какие-то точки, короче. Не то краска, это не то что. В общем, не отстирывается. И Мишуткины штаны не отстирываются. Уже в ванише их подержали, и кофту подержали. Наверное, надо на ночь в ванише. Но уже нет времени. В следующий раз мы, короче, на ночь в ванише оставим мою кофту и Мишуткины штанишки. Вот. Погода у нас такая же замечательная. Но холодно стало уже, потому что с балкона, как видите, солнце ушло. Уже стало прохладнее. Вот. Морюшко какое. Сегодня ярко-ярко синего цвета. Вот. Алексей поехал за детьми. Сейчас они приедут. Скорее всего, опять потом пойдут на велосипедах кататься. У детей на ужин кукси. А мы отсняли очередной мукбанк для вас. И я планирую еще один рецепт сегодня снять. Кстати, не хотите стать нашими соседями? Сотылок продажа вот на 15, 14, 13, на 11 этаже того блока. Комплекс у нас один, а блок соседний получается. В нашем комплексе два блока. Кто заинтересован, пишите. Вполне вот эта квартира может стать ваша. Такие у нас дела. Мишутка у нас так и не научилась заправлять постель. Заправляет ему постель Алексей. Алексей. Олежка сам свою постель заправляет. И этот Мишутка засранец уже... Не знаю, когда он все это успевает делать. Но он нам на пуфе начертил ручкой. Вот. Это мы его пару дней как сажали вот сюда. Делать домашнее задание. Так вот, тут как тут. Михаил Алексеевич. Это Михаил Алексеевич. Алексей мне достал кабачки, но сказал, что не вымыл их. Мы их покупали давно, но они в хорошем состоянии. Вы знаете, я их просто хочу сейчас пожарить. Как наша турецкая подруга делает. Кислые кабачки хочу сделать, чтобы просто было дома. С любым гарниром, в принципе, полноценный ужин для обед. Это остатки нашего мукбанга. Еле удержались. Суперский рецепт. Еле удержались, чтобы детям оставить два оладушка. Вот. А это у меня лук оставался. В общем. Ладно. Солнце уже с балкона ушло. Не успела у меня курочка разморозиться. Я ее размораживаю для нового рецепта. Наверное, я буду в микроволновке сейчас размораживать. Не поняла. А, уже приехали мои мужчины. Вон они. Хотела сказать, не поняла, что тут Алексей стоит. А они уже приехали, оказывается. Мишутка без шапки ходит. Портфель берет. С багажника. Сейчас поднимутся. Такие у нас дела, друзья.